Дорогие друзья, всем здравствуйте! Сегодня мы разберёмся в проблеме, которая в летнее время, а мы как раз видео записываем как раз в летнее время, беспокоит очень-очень многих и мужчин, и женщин, особенно кто страдает проблемами, связанными с повышенным давлением, или вообще страдает уже, выставлен диагноз артериальная гипертония, и давление достаточно часто повышается. Как же пережить жару людям, страдающим артериальной гипертонией? Этот вопрос, конечно же, сегодня мы обсудим с врачом-кардиологом, кандидатом медицинских наук Ольгой Стойко. Ольга является автором онлайн-школы по снижению давления. Ольга, здравствуйте! Ну, хотелось бы от вас сегодня услышать ваши рекомендации, потому что людей достаточно много вообще, кто страдает сердечно-сосудистыми проблемами, заболеваниями, и в том числе людей, кто страдает повышенным артериальным давлением. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, уважаемые зрители! Вначале я расскажу действительно немножко о проблемах, к которым может привести жаркая погода, а затем в конце, обязательно досмотрите это видео до конца, я расскажу о том, как это предотвратить, предупредить, что с собой брать на улицу обязательно, чтобы не получить ни солнечного удара, ни каких-то солнечных ожогов, ни кризов, инсультов, инфарктов и так далее. Знаете, учеными доказано, что при повышении температуры в летний период более 25 градусов, конечно же, снижается давление. Без разницы, это нормотоник, человек с нормальным давлением, гипертоник, у гипотоников они вообще плавают, я гипотоник, у меня давление может быть 80 на 40, я хожу, плыву, вот, и это нормально, то есть давление в жару снижается. Компенсаторно идет увеличение частоты сердечных сокращений, идет увеличение, повышается потоотделение, и это нормально, не нужно этого бояться, но необходимо, конечно, это у себя подмечать и отмечать. Для чего? Чтобы предотвратить развитие осложнений. Что делают, в свою очередь, люди, страдающие высоким давлением, которые принимают лекарства от давления, видя, что давление низкое, что появляется слабость, какое-то головокружение какое-то, головная боль, может появиться тремор, то есть руки трясутся, может даже иногда перебой в работе сердца появиться, аритмия при такой жаре, что делают, конечно же, резко отменяют лекарства, снижающие давление. Ну, с одной стороны, вроде бы как и правильно, но с другой стороны, это грозит развитием гипертонического криза через два дня, когда давление вновь, через два дня, лекарство полностью выведется из организма, и, соответственно, давление вновь, даже если будет жарко, давление вновь начнет у человека повышаться. Поэтому, дорогие мои, если вы отменяете при низком давлении, вот жарко вам, давление 100 на 60, вы решили пропустить прием лекарства от давления, будьте добры, три раза в день, не два раза в день, а три раза в день используйте тонометр и записывайте дневник, в дневник, в тетрадку введите дневник давления, то есть записывайте показатели утром, в обед и вечером. Как только вы у себя отметите увеличение давления выше 140 на 90, вновь возобновляем прием препаратов от давления. Да, возможно, не сразу целую скопу, которую вы пили, возможно, с чего-то одного можно начать, а еще лучше созвониться с кардиологом, со своим, либо не со своим, сейчас очень масса, куча возможностей связаться с кардиологом, не то, чтобы в 90-х годах, когда не было ни интернета, ничего, то есть все в руках человека, сейчас такие возможности огромнейшие, созвониться, связаться с кардиологом каким-то образом, и чтобы вам врач, именно вам индивидуально, ваше лечение расписал вот на период жары, что делать, и затем, когда принимать, какое лекарство возобновлять, с какого начать, начать с мочегонных, либо начать кто-то будет начинать с прилов, кто-то с сортанов, кто-то с антагонистов кальция, здесь тоже все очень индивидуально. То есть понятно, да, первое, это второе, вы, ну, если вы отменяете препараты, будьте аккуратны, следите за давлением. Второе, согласно данным, опять же, вот что, какая опасность есть, увеличение температуры летом на 1 градус, вот выше климатической нормы, влечет увеличение риска развития осложнений у гипертоников на 2,8%, у людей перенесших инфаркт миокарда почти на 4%. Что значит риск развития осложнений? Например, если ты гипертоник, у тебя может случиться инфаркт, либо инсульт, если у тебя был инфаркт, у тебя может случиться повторный инфаркт, не дай бог, либо аритмия, либо криз гипертонический быть. Ну, в общем, тут не угадаешь, конечно же, поэтому будьте, дорогие мои, аккуратны. Что может быть? Я уже, конечно, вкратце пересказала, какие проблемы могут быть у людей с повышенным давлением, но и вообще у людей всех страдающих, у всех людей страдающих с сердечно-судистыми заболеваниями. Ну, давайте вот еще раз подытожим, что может быть, то есть это и чрезмерно низкое давление гипотония, и чрезмерно высокое давление гипертонический криз во время жары может быть, это и различные аритмии, фибрилляции предсердия, экстрасисталии могут учащаться, это ввиду, опять же, активного потоотделения, это и головокружение, головные боли в оморок, может человек упасть, в том числе от солнечного удара, может появиться тошнота, может быть инсульт, может быть инфаркт, но это вот самое такое плохое, ну, и самое плохое, конечно, это летальный исход, это самое, конечно, плохое, и чтобы до этого не доводить, используйте 4 правила, о которых я сейчас вам расскажу. Я не зря на... нет, об этом попозже, вот сейчас первое правило, это когда мы выходим на улицу, то есть если мы с вами выходим на улицу, то используйте первое правило временной промежуток, до 11 гуляем и после 16.00, потому что именно с 11 до 16.00 солнце очень активно, и риск развития осложнений, которые я перечислила, он очень высок, в том числе и риск развития рака кожи, в том числе и различных ожогов, поэтому первое правило – соблюдайте временной интервал. Если уж вам... я помню, вот в Тюмени началась жара, я приехала с работы в 2 часа и быстро-быстро забежала, хотя у меня в машине кондиционер, в магазин пошла, у меня был головной убор, у меня были очки, я смотрю, идет женщина, пожилая, с магазина, с двумя сумками, ей тяжело, она тащит эти сумки, 2 часа дня, солнце пек, я на нее смотрю, думаю, ну, Господи, ну ты могла до 11 сходить, или уже вечером, да, вот нет, надо прямо сейчас, она идет вся потом, ну, то есть мне за нее стало страшно, она за себя, видимо, ей не страшно за себя, мне за нее стало страшно, ей очень тяжело, это было видно, но вот идет. Ну, пожалуйста, соблюдайте временной интервал, если вы выходите на улицу. Если все-таки вам пришлось выйти вот в этот промежуток, вот я не зря одела очки, да, обязательно защищаем глазки, то есть очки, кепку, я подготовилась, да, дамы могут одевать шляпы с широкими полями, вот широкие поля, это еще просто будет классно, если вы, обязательно перед выходом крем с SPF 50, причем мы наносим не только на лицо, но и на все тело. Если вы оденете легкую одежду, которая прикрывает и руки полностью, и ноги, окей, можно крем не наносить, тогда только лицо, область декольте. Если же вы одеваете короткие шорты, либо футболку, обязательно должна быть легкая обувь, никаких носочков, то есть легкая свободная обувь, удобная прежде всего, чтобы не натирались мозоли, потому что в жару, как я уже сказала, расширяются сосуды, ножки могут отекать, обувь должна быть просторная, удобная. Используем крем, это второе правило, обязательно с SPF 50. Причем, Оля, вы знаете, мне недавно косметолог сказала, я тут использовала этот крем во все, а у меня все равно появились пигментные пятна. Я говорю, почему? А она мне говорит, вот ты загорала, ну вот здесь руки загорели у тебя, ноги загорели, то есть загореть можно где угодно, а пигмент выскочит на лице якобы. То есть нужно наносить на все тело крем с SPF 50, солнцезащитой, обязательно. Причем не только женщины, но и дорогие мужчины. Вот я вот по себе, по нашей семье вижу, пока я мужа кремом не намажу, ему все равно он будет сидеть как рак красный, обгорать, пока я о нем не позабочусь. Дорогие мужчины, мне очень хочется призвать вас быть более самостоятельными, более ответственными и к своему здоровью относиться. Также, ну вы уже все взрослые, вам 18 лет давно стукнуло, поэтому обязательно следите, чтобы не было ожога. Я понимаю, что шрамы мужчин украсят, но если это ожог, вы не сможете просто-напросто спать спокойно, вы будете ворочаться, у вас будет жутко болеть спина, плечи, но это неприятно, и проходить все это будет очень долго. То есть первый временной интервал, второй обязательно одежда легкая, головной убор, крем, и третье это водичка, то есть обязательно с собой мы уберем водичку и пьем. Водичка может быть в этом смысле, так как идет повышенное потоотделение, вообще гипертоникам я запрещаю, соленую воду пить, минералку пить запрещаю, но в жаркий период, когда есть повышенное потоотделение, я разрешаю пить минералку. Почему? Потому что спотом вымывается, с калий и натрий, а водички в минеральной как раз есть, этот калий и натрий, но смотрите, чтобы эта вода была не соленая, есть минералки, ну, газированную кто-то любит, да, воду, есть более соленая, есть менее соленая, чтобы она была вообще практически не соленая, пусть будут газики, но не соленые. Также очень хорошо помогает удалить жажду крепкие, какие-то вот крепкие напитки, типа крепкий зеленый чай, ну, пусть это будет он не горячим, а теплым, либо прохладным, крепкий черный чай, кофе, ну, берите, тогда уже, конечно, ну, желательно, если вы горячее выпьете, понятно, что вы пропотеете, вам станет жарко, ну, зачем, да, опять придется, вы станете липким, если вы на улице, лучше тогда теплый, либо прохладный принимать, чай с облепихой, облепиховый чай тоже может тонизировать, такие напитки, как байкал, и не совсем полезный напиток, как кока-кола, тоже может тонизировать, ее в крайнем случае можно, если байкала не нашли, минералку вы не любите, ну, вот в крайнем случае, если чувствуете, что вам плохо, низкое давление, в кока-коле содержится кофеин, он может вас немного потонизировать, вот иногда можно, ну, пусть это будет иногда, пусть это будет в жаркую погоду, там раз в неделю, но не каждый день в течение всего года, то есть помним об этом, потому что мне тоже пишут, что можно, вот мне жарко, давление низкое, пишут в комментариях на моем канале, кардиолог Ольга Стойко, и я вот рекомендую вот именно это, какие-то напитки, и именно байкал, иногда кока-колой можно спастись, есть, конечно, еще один секрет, но о нем я рассказываю у себя в клубе здоровых людей, кто у меня на курсе по гипертонии, какой можно еще добавить, ну, есть специальные плоды, которые мы добавляем, завариваем и пьем в течение дня, и эти плоды работают просто, ну, лучше любого энергетика, лучше кока-колы, лучше кофеина, ну, то есть я раз гипотоник, я на себе это испытала, это все как бы продается, можно приобрести на маркетплейсах, но это секрет фирмы, это у нас на курсе по гипертонии, мы изучаем и внедряем все это. И еще четвертый момент, четвертое правило, если жара, у вас без разницы, есть давление, либо вы норматоник, как еще уберечься от жары, пережить эту жару, чаще принимайте, если вы дома находитесь, чаще принимайте прохладный душ, либо обтираетесь прохладным, мы намочили полотенце, обтираетесь прохладным полотенцем, умывая, если вы на работе, я на работе, кондиционера у меня не было, в кабинете, когда я в прошлом кабинете работала, я умывала, я просто каждый час, я выходила, я умывала лицо, и умывала, самое важное, еще умывать затылок и шею, и вот здесь лучше обмыться тоже, я даже иногда не вытиралась, прям такая мокрая, я приходила в кабинет, и вот уже становилось легче, то есть, если вы дома, Принимайте чаще прохладный душ, используйте вентиляторы, кондиционеры используйте очень аккуратно, не надо выставлять там плюс 16 градусов, лучше там 22-24 и лучше выйти из этой комнаты, а потом уже как бы, когда комната охладится, зайти и выключить кондиционер. То есть, конечно, кондиционеры, по-первых, они вызывают и различные заболевания носа, горла, может быть першение, может горло заболеть, вы можете даже переболеть, такое бывает, это тоже, ну, можно так сказать, нормально, такая кондиционерная, да, ОРЗ, но здесь как бы надо привыкнуть адаптироваться организму под кондиционер, то есть будьте аккуратны очень с кондиционерами. Ну, а так вот вентиляторы, вентиляторы, либо если нет ни того, ни другого, закрываем окна газетой, фольгой, темными шторами во время дня, мы закрываем все от солнца, ночью мы все это открываем, проветриваем и в течение дня мы часто, часто, прям часто принимаем прохладный душ и пьем крепкие напитки. Сразу скажу, не пиво, потому что пиво хмелеете вы, это алкоголь, все-таки от алкоголя, от спирта может опять же расшириться, расширяются сосуды и опять же никакого, никакой нормотонии не будет, то есть нормального давления не будет, будет гипотония, то есть вы себе даже, ну, а еще больше снизите давление, зачем вам это? Поэтому вот чай, кофе крепкий, прохладный душ и на улице, значит, обязательно все вот эти приспособления на себя, кепку, все это берем. Я, конечно, была в шоке, у нас тут тоже, когда началась жара, 11 утра было, а уже жарко очень, и смотрю, едет семейная пара, муж с женой и ребенок 10-летний, они возвращаются на велосипедах, видимо, на свелопрогулки откуда-то, и видно, что ребенок весь спотевший, и ни у одного из них нет головного убора. Я думаю, ну, как так, ну, вашему ребенку, ну, ладно, вы себя не жалеете, но на ребенка головной аборт хоть оденьте, потому что солнышко активное, оно уже в 11, ну, очень активное, и прям ребенок ехал весь потный, весь красный, и он прям жаловался родителям, что ему жарко, и они говорили, что сейчас вот мы доедем, все-все, уже почти приехали. Дорогие мои, берегите себя, будьте аккуратны, и чтобы вот не было, не дай бог, таких вот печальных случаев, а они бывают, очень часто к нам бывает такое, приехала из Казахстана в Тюмень, например, рядом же Казахстан с нами, к дочке в гости, да, инфаркт случился, сколько таких случаев было. Либо женщина к нам поступила с повторным инфарктом, потому что в июне была в Сочи, там случился инфаркт, она толком не лечилась, отказалась от госпитализации, значит, приехала домой, и вот здесь повторный инфаркт случился, потому что надо же было таблетки пить, как бы нет. То есть надо быть очень аккуратным, берегите себя, свое здоровье, не забывайте, что с потом выходит очень много элементов, микроэлементов, поэтому, ну вот калий, натрий, это может привести к развитию аритмии в том числе, поэтому обязательно летом нужно много есть овощей и фруктов, хорошо мойте их, будьте аккуратны, сейчас еще у нас июль, но арбузы еще рано есть. Если вы не в южных странах живете, в средней полосе, на северной полосе арбузы есть, я скажу, еще рано, можно отравиться, будьте аккуратны. Ну а так вот помните, что с потом выходит очень много микроэлементов, и, конечно, может быть, аритмия, чтобы этого не было, нужно много есть овощей и фруктов, но вот по сезону, вот те, которые уже сейчас созрели, вот, а если вы в той полосе, где у вас мало овощей и фруктов, то, конечно, используйте витаминно-минеральные комплексы даже летом. Я тут недавно, Оля, услышала на федеральном канале новость, ну, шла программа интересная, новостная, и про витамин Д, кстати, как раз про БАДы, про витамин Д была программа, и эксперт говорил, что преподаватели с вуза московского, что, оказывается, в Дубае люди, очень много людей с дефицитом витамина Д. Почему? Потому что они все сидят в зданиях в течение дня, они на солнце мало находятся, они под кондиционером находятся постоянно в здании, прячутся от солнышка, соответственно, они многие бредненькие, и с дефицитом витамина Д. Вот надо же, да, интересно, как. И вот они принимают витамин Д. Поэтому тут может быть, конечно, быть летний период, но при этом человек может ходить в дефиците по витаминам и микроэлементам. Есть у вас дефициты, либо нет, конечно же, это устанавливает лаборатория, лечение расписывает вам врач. Вот, но помните о том, что вне нас смотрит вся страна, разные уголки мира, разные уголки России, и я понимаю, что в каких-то уголках, может быть, солнышко не такое активное, поэтому даже летом, возможно, вам придется принимать витаминно-минеральные комплексы. Да, Ольга, спасибо. Как раз вот многие наши зрители пишут, что летом много фруктов, овощей, ягод, зелени, да, в доступе у кого-то огороды, дачи, и из-за этого прекращают, допустим, принимать витаминно-минеральные комплексы. И действительно мы получаем серьезные проблемы, что вот у мужчин летом как раз-таки ухудшились проблемы с потенцией, кто перестал принимать комплексы витаминно-минеральные, потому что действительно витамин D, чтобы получить дозировку вот эту суточную, необходимо целый день, там практически с 11 до 4 находиться в открытом теле, то есть в купальнике, и под прямыми солнечными лучами, то есть это точно ты получишь ожог, о чем мы сегодня уже с вами говорили. Ну и, допустим, если говорить про тот же цинк, да, что, ну, цинк вы никак там из петрушки, там из яблок, из клубники, вы его никак не получите, это надо есть морепродукты, причем две свежих устрицы в день, свежеприготовленных. Я думаю, что не каждый зритель готов, да, и имеет возможности есть две устрицы в день, а потом даже если есть возможности, ну, как бы такое блюдо сказать на любителя, да, одно дело раз в месяц, там кто любит поесть, другое дело каждый день. Поэтому, дорогие зрители, специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь» доктор Ольга Придухина. Восстанавливает потенцию, повышает либидо, профилактирует развитие сексуальных дисфункций, улучшает твои сперматозоиды и повышает уровень тестостерона. Принимать регулярно, длительно, на постоянной основе, так как в составе содержится цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншеня и ее химбина, которые являются природными афродизиаками и оказывают воздействие с первых дней приема. Абсолютно натуральный состав, мы прошли все проверки, принимаем по одной капсуле два раза в день, банки хватает на курс на месяц. Лето – это не время пережидать, иначе вы свой организм можете еще больше загнать в дефицитные состояния. Организм и так в стрессе, он находится в аномальной полосе для себя, в аномальной жаре, потому что даже в Центральной России практически рекорд температурный превышает сколько-то градусов от средней нормы, которая была 10-15 лет. Соответственно, организм находится в стрессе, а вы еще больше, отказываясь от витаминных добавок, загоняете в стресс свой организм. Поэтому свой витаминно-минеральный статус нужно поддерживать, мужская мощь вам в этом поможет. Ссылка в описании под видео. Ольга, спасибо за ваши рекомендации, очень действенные, чтобы никто не умер от инфаркта, не получил осложнение. Очень важно эти рекомендации выполнять. Спасибо большое и до новых встреч. До свидания.